Утепление фахверкового дома с помощью пир-утеплителя в двух частях. Первая часть это утепление стен наружных, вторая часть это утепление кровли. Ну а кроме того, я сегодня расскажу о том, как я лично отношусь к такому утеплителю, как пенополиуретан, ППУ, другими словами. Поехали! Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр, и я приветствую вас на проекте «Строй живи!» Мы строим фахверковый дом в Ленинградской области, за моей спиной уже построен каркас, и первый этаж полностью утеплен пир-утеплителем. Это высокоэффективный утеплитель, который мы уже не раз показывали на нашем канале, и на нашем выставочном доме мы одну стену экспериментальным образом утеплили этим утеплителем. Показывает он себя вполне достойно, и у нас очередной наш заказчик, а вы все прекрасно знаете, кто следит за нашим каналом, что у нас наш заказчик всегда выбирает тот материал, который хочет применить при строительстве, либо утеплении, либо отделке своего дома. То есть у нас нет стандартов, этим и славится моя компания. Мы индивидуально подбираем соответствующие пироги, проекты и комплектацию дома под нашего, каждого заказчика. Поэтому смело можете заказывать такие услуги в нашей компании, мы подберем под вас идеальную модель вашего дома и комплектацию. Соответственно, заказчик этого дома показал нам картинку с интернета, говорит, хочу такой же, только лучше, и чтобы был утеплен пиром. Ради бога. Соответственно, наши конструктора спроектировали этот силовой каркас с учетом того, чтобы пиром можно было утеплить качественно, без какого-либо продувания. Здесь какие есть конфликты и слабые стороны. Пир – это утеплитель, который имеет малый коэффициент на сжатие. И дерево. То есть их как-то состыковать друг с другом крайне сложно, без каких-либо щелей. Соответственно, каким образом мы поступили? Во всех проемах, в обравлении всех проемов у нас имеется паз, такой же паз, как мы делаем под стеклопакеты, глубиной в 4 сантиметра. Шириной в соответствующей толщине утеплителя. Друзья, напоминаю, что на нашем канале ведется конкурс с объемом денег в 300 тысяч рублей. А анонс этого конкурса размещен на нашем канале 13 января 2020 года. Найдите видеоролик с таким громким названием «Конкурс на 300 тысяч». Там есть условия. Заходите, смотрите, участвуйте в этом конкурсе. Вы еще можете его выиграть. Итак, каким образом произведено утепление? В пазах мы запенили. Это не монтажная какая-нибудь пена, это специально напыляемый полиуретановый утеплитель. Из баллонов задувается. Он имеет схожий состав с пиром, то есть это прям родственники-родственники. Соответственно, и установлены пир, утепленные вот эти панели. Они с двух сторон покрыты фольгой, и 100 миллиметров такого утеплителя заменяет 200 миллиметров обычная базальтовая вата, которую мы в классике используем при утеплении каркасного дома. Значит, сразу хочется сказать, что именно таким образом, мое мнение, я в этом мнении абсолютно уверен, можно качественно утеплить фахверковый дом, у которого каркас выполнен из клеенной конструкционной балки. Утеплять стандартный классический каркасный дом, в котором силовой каркас построен из вот такой вот доски, пусть даже сухой строганой, не представляется экономически целесообразным. Почему? Потому что вырезать под каждый проем пир, где нет такой суперточности, какая есть между балками, вклеенной конструкционной балки, фахверковым каркасом, который напилен на производстве, высокоточном производстве. То есть вставлять здесь, все это пропенивать, ну это получится ерунда полная, плюс будет большое количество уходить рабочих часов на выполнение этих работ, большое количество обрезков и так далее. А кроме того, есть всякие труднодоступные места, такие как теплый угол в каркасном доме, куда вот завести твердый пир-утеплитель, ну не представляется возможным в принципе. Поэтому фахверковый дом, мы считаем, что нужно утеплять вот таким вот образом, скользко немножко. Так, каркасный дом нужно утеплять либо, ну какими-то другими видами утеплителя, либо монтировать пир-утеплитель только снаружи силового каркаса. По большому счету, примерно такая же ситуация будет у нас при утеплении кровли на этом доме. Здесь тропильная система выполнена из деревянной балки, клееной конструкционной, напиленной также на заводе. Они уже окрашены, так же как и весь силовой каркас этого дома. И об этом мы покажем вам в следующем видеосюжете. Не забудьте подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить этот полезный видеоролик. Я уверен, он вам будет полезен. Наверняка возникнет вопрос, как стыкуются панели по своей ширине. Ведь проем большой, таких больших пир-панелей не существует. Если хорошенько присмотреться, то тут видно один стык и вот второй стык. Мы их расположили горизонтально, не проста. Это зависит от того, в каком порядке будет располагаться внешняя отделка. Ну и внутренняя тоже. Если отделка будет горизонтальная, то и стыки вот эти должны быть горизонтальные. Почему? Потому что они будут связаны между собой обрешеткой вертикальной, к которой будет крепиться горизонтальная отделка. Так, пир, друзья, имеет полочку вот здесь. Ну, шип-пазом это назвать нельзя. Имеется вот такая полка. То есть одна над другой. Поэтому они легко стыкуются. Для того, чтобы этот узел также не сифонил, мы его также проходим пеной-утеплителем. А теперь, друзья, хочу ответить на очень часто задаваемый вопрос. А в тот момент, когда мы про вот это утепление первым выложили в инстаграм, этот вопрос меня просто забомбил. Как я отношусь, как лично я отношусь, и почему мы не используем в компании ППУ, то есть пенополиуретан для утепления каркасных домов. Нет никакого объекта, на котором бы можно было это показать, потому что у нас нет ни одного объекта, на котором мы применяли бы этот утеплитель. Но это вовсе не означает, что мы его не применяем. Я много раз говорил о том, что наш заказчик только и наш заказчик руководит нашей компанией, скажем так. В плане того, что он выбирает те виды материалов, которые применяются на его доме. Вот на этом доме применяется пир. Если кто-то из вас выберет в качестве утеплителя ППУ, значит на его доме будет ППУ. Но это будет качественно и правильно все выполнено. А теперь все-таки мое отношение к этому утеплителю. Я считаю, что утеплять обычный силовой каркас, построенный из доски, ППУ, вот есть у меня один жучок в голове, о нем чуть позже. А что касается утепления факверкового дома, тут вообще никаких проблем я не вижу. Дело в том, что клееная конструкционная балка у нас всегда, мы всем заказчикам предлагаем, делаем самый максимально низкий ценник на это. У нас сначала клееная балка приезжает к нам на производство в Ленинградской области. Там она шлифуется, грунтуется и покрывается в один слой краски. На данном объекте это белый цвет. То есть все поры у дерева, они закрыты. И эта клееная конструкционная балка на объекте, даже когда идет дождь, влаги не набирает. Так, как это может набирать вот такая доска, пусть даже камерные сушки. Соответственно, после того, как мы фахверковый каркас из клееной конструкционной крашеной балки накрыли кровлей, все, осадками его больше не мочат, закрыли фасад, смело можно утеплять ППУ изнутри. Никаких вопросов и никакого возражения я на этот счет не имею. Что касается утепления каркасных домов, построенных из доски, вот тут есть определенные у меня опасения, и их я развею или подтвержу сразу после того, как у меня появится хоть какой-то объект с применением ППУ. Что я сделаю? Я проведу небольшой эксперимент. И в чем вообще те жучки, которые сидят у меня в голове? Я переживаю за то, что та доска, которая была на объекте, из которой строится силовой каркас, она намокнет вследствие осадков, а у нас дожди идут почти постоянно. Нет одного объекта, который бы под дождь у нас не попал, даже в самое жаркое лето. Так вот, доска набирает какую-то влажность, и если вот на всю ширину доски использовать ППУ, или там пусть даже на 100 миллиметров всего лишь, то как будет выходить та влага, которая в доске осталась? Проверить каждую доску влагомером, убедиться в том, что ее влажность там 15-12 процентов, ну это крайне сложно, облазить весь каркас, и где вероятность того, что не попадется какая-то доска, которая более мокрая, чем все остальные. Ждать из-за этого и не утеплять дом неразумно. Выйдет ли, вот производители ППУ и производители этой услуги по утеплению домов ППУ утверждают, что есть ППУ там с закрытой ячейкой, с открытой ячейкой. В том случае, если с открытой ячейкой утеплить, то влага из доски спокойно выйдет. Но то, что она выйдет из каменной ваты, я абсолютно в этом уверен. Но то, что она выйдет из ППУ, вот в этом у меня есть определенные сомнения. Еще раз подтвержу, как только я первый раз столкнусь с этим материалом, я сразу проведу эксперимент. Я возьму доску, которая не мебельной сушки, то есть не процентов 16-18. Вот я ее утеплю со всех сторон, окутаю этим ППУ и посмотрю через недельку, через 10 дней, может там через 2 недели, разрежу, посмотрю. Если доска не заплесневела, это будет говорить о том, ну и она высохла, то есть влажность ее еще раз замерю. Это будет говорить о том, что ППУ не останавливает выход влаги из доски. Тогда и каркасные дома можно будет смело утеплять с помощью этого утеплителя. Это мое личное мнение, если у вас есть свое личное мнение, какой-то опытный отсчет, обязательно напишите об этом в комментариях, мне очень интересно. Возможно, когда не все каркасные дома у нашей компании будут утепляться именно этим утеплителем. Я еще раз повторюсь, мое личное мнение в отношении всех технологий, которые существуют на строительном рынке, нет плохих технологий, есть кривые руки. Либо какое-то незнание, которое приводит к каким-то необратимым последствиям в строительном процессе. Вот на этом все, что я думаю и что я считаю в отношении этого утеплителя. Друзья, наверняка возникнет вопрос, что с этими стыками и швами. Первое, мы их пропенили полиуретановым утеплителем, а второе, мы проклеим вот такой вот металлизированной клейкой лентой на бутилко-учуковой основе. Вот прямо здесь и прямо на ваших глазах. Бутилка-учука, вот эта клейка-лента от Техно-Николь, она имеет разную ширину. Обычно такую широкую мы используем на кровлю, а бывает поуже. Ну вот решили здесь пошире приклеить. Узку вам уже показали, теперь пошире. У нее с обратной стороны есть такая защитная пленка, которая снимается. Вот так вот плохо снимается она, поэтому ее приходится еще раз. Вот так вот снимать. То снимается, то не снимается. А потом просто приклеивается. Так, друзья, в принципе, я завершаю. Единственное, что хотелось сказать и предугадать вопрос о толщинах. С заказчиком провели переговоры и обсудили толщины утеплителя, которые необходимо применять на этом доме. Напомню, что дом этот предусматривается для постоянного проживания. В соответствии с этим сечение столбов минимально у нас предусмотрено в компании 240 на 240 миллиметров. Соответственно, утепление каркасных стен, а это тоже каркасные стены, на мой взгляд, должны быть порядка 200 миллиметров. Соответственно, это в классической каменной вате. Соответственно, в пир-утеплителе, теплопроводность которого хуже, чем теплопроводность каменной ваты в два раза, это достаточно 100 миллиметров. Что и у нас получилось. То есть на стенах у нас 100 миллиметров пира. Что касается кровли, об этом мы хоть и поговорим в следующем видеоролике, но хочется сразу вам ответить на этот вопрос. Кровля у нас будет утеплена на 150 миллиметров, потому что по всем нашим требованиям, нормам, и по здравому смыслу, и по логике, и по законам физики, тепло уходит вверх. Соответственно, крыша должна быть утеплена в полтора раза больше, чем стены. Ну а если хорошенько разобраться в наших нормах и посчитать все, что там написано, сложить, вычесть и умножить, то получится, что кровля должна быть утеплена на 70% больше, чем стены. И поэтому у нас будет кровля утеплена на 150 миллиметров. Есть еще одно пожелание. Я знаю, что у нас в компании проектируют сейчас уже два дома фахверковых с таким же порядком утепления. Есть пожелание. Если не жалко денег, то лучше, конечно же, на внешние стены снаружи установить хотя бы 12 миллиметров из оплаты. Что он сделает? Первое. Он перекроет абсолютно все вот эти щели, которые, в принципе, сейчас видны, нужно понимать, что эти щели не сквозные, что там имеется вот этот выступ на пире, который я показывал вам только что, и там имеется полиуретановый утеплитель в виде пены. То есть он как клей уже склеил их, две эти половины. Узел будет герметичным, но я все равно за этот узел переживаю. В соответствии с этим предлагаю использовать и заплат 12 миллиметров снаружи. Чтобы улучшить звукоизоляцию этого дома. Почему? Потому что пир – это вообще не звукоизоляционный материал, а ему звукоизоляцию придать какую-то нужно. То есть из оплат хотя бы 12 миллиметров точно даст хороший эффект. Защитит от продувания какого-то возможного гипотетического, дополнительного сквозь какие-то возможные щели. И плюс придаст звукоизоляция. На этом, друзья, я хочу закончить. Смело заказывайте в нашей компании строительство фактверковых домов. В принципе, с утеплением пира. Также я абсолютно уже уверен и спокоен, что мы эти работы производим, проектируем, производим правильно и надежно. С вами, как всегда, был Александр и проект «Строи и живи». До скорой встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»